Добрый день, уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас на видео, посвященное проекту Dental Education Talk.expert или сокращенно DETA.expert. Меня зовут Апокин Александр, я врач-стоматолог. Мы ведем этот проект уже месяц для того, чтобы помочь врачам сохранять спокойствие, помочь им компенсировать для себя те условия, в которые мы сейчас все, так скажем, попали, условия, в которых происходит жесткая экономия на многих позициях, к которым мы уже привыкли, и одна из позиций, на которых происходит в первую очередь экономия, это образование. Мое мнение, что это неправильно, на образование экономить не нужно. Работа с информацией – это самое важное. На информации базируется наше мышление, наши стереотипы, наш выбор. И здесь я хотел бы всех пригласить к диалогу, обмениваться информацией, помогать в обучении молодых специалистов, потому что мы можем столкнуться в будущем с очень серьезным кадровым голодом, качественно приобученных молодых врачей, мотивированных к собственному дальнейшему развитию и работе с информацией молодых векторов, консультантов в компаниях. Все это очень погодно скажется на общем качестве стоматологической отрасли. Поэтому в накопившемся вот этом информационном материале, который мы сейчас имеем, это огромное количество видеоматериалов, которые я снимаю практически ежедневно и публикую достаточно часто в этом году. Также я получаю вопросы. Для этого у нас организована форма обратной связи для отправки сообщений на сайте dentaleducationtalk.expert или сокращенно data.expert. Вы можете писать это в Telegram группу, ссылку на которую я размещу под этим видео, или в WhatsApp или Telegram мне на личный номер. Его я также размещу в этом видео и в его описании. А в этом видео сегодня я хочу разобрать два вопроса, объединив их в одну тему, которые поступили от молодого врача-стоматолога, обучающегося в Москве. Один из них это то, как эффективно работать с информацией. Второй вопрос, он втекает из первого вопроса, как эффективно и правильно накапливать свой собственный клинический опыт и получать, так скажем, возможность карьерного роста. Сейчас я уточню для вас эти вопросы. Да, второй вопрос был как раз связан с опытом. Одна из особенностей работы с информацией, почему вообще я начал именно с этих вопросов, из всех тех, которые у нас накопились за месяц. Информация – это очень важно. Значит, любые ресурсы заканчиваются, материалы заканчиваются, инструменты, время. Кроме одного, вот информационный ресурс, он всегда нарастает. Оборачиваясь назад в прошлое, к началу своей собственной карьеры, я могу сейчас с уверенностью вам сказать, что, может быть, это как бы не очень крутая позиция, не очень такие выдающиеся результаты, которые мы сейчас достигнуты и получены, потому что есть у нас более успешные врачи, есть более, так скажем, знаменитые вектора международные. Это все здорово, это так. Но пройдя свой собственный карьерный путь до сегодняшнего дня, я могу сказать, что в первую очередь мне в этом помогла работа с информацией. Даже не тренировка мануальных навыков, а именно работа с информацией. Именно она позволила мне получить контакт с многими интересными людьми, научиться у них тому, что мне требовалось. как это делать эффективно сейчас, в данный момент? Я могу сказать, что по большому счету работа с информацией за последние 20 лет, профессиональная информация, узкоспециализированная, например, стоматологическая, она не поменялась. Вам обязательно для нее понадобятся две вещи. Это время, и научиться это время выделять. или таким большим слотом, так, чтобы я сел и часа два могу работать с информацией. Или маленькими слотами, то есть по большому счету урывками набирать вот этот объем времени для работы с информацией. Я считаю, что у молодых врачей этого времени полно. У студентов его тоже полно. И вот как раз я много раз уже упоминал о работе с информацией в своих предыдущих публикациях. Это время свободное нужно обязательно заполнять. заполнять полезной для себя, в первую очередь, работой над информационным полем, над тем, чтобы из него что-то для себя адсорбировать. Второй ресурс, который вам обязательно потребуется, это инструменты. Инструменты для работы с информацией. Значит, ну, можно меня считать, так скажем, человеком ортодоксалером, но мне нравится работать с информацией за компьютером. То есть мне не очень удобно работать с информацией в телефоне. Хотя мобильные платформы за последнее время очень сильно продвинулись. Если раньше, я в принципе, там еще пару лет назад не рассматривал телефон вообще как инструмент для работы, то за последние два года я достаточно сильно поменял свое мнение относительно мобильных платформ. Ну, чтобы сказать, вы поймете, что в телефонах сейчас есть возможность работы на почти что уже универсальных процессорах с тактой и частотой до 3 ГГц. Это достаточно для обработки видео в 4К. Вот этот видеоролик я делаю на телефоне. В телефоне есть все привычные инструменты. То есть там есть клиенты для получения информации. Вообще работа с информацией, обучение, педагогика – это всегда присвоение чего-то, присвоение чужой информации себе, присвоение чужого опыта от учителя себе. То есть это воровство. Воровство информации. Поэтому для эффективной работы с информацией вам нужны инструменты, первые программные инструменты, ее получение. Здесь может быть два пути. Первое. Программные я начну, так скажем, из простых вариантов. Можно телефоном фотографировать книги у коллег. То есть обратиться к врачу, взрослому, у которого есть какая-то часть библиотеки, и сказать, слушайте, можно у вас скопировать книгу. Ну, хотя бы там часть книги, вот там одну главу. Пожалуйста. Вот если у вас есть какой-то вопрос, у меня есть достаточно большая библиотека аналогов бумажных книг. Вопрос в формате «отдайте мне все скопировать» – это плохой вопрос. Если у вас нет конкретного вопроса, а чтобы его сформировать, нужно знать как минимум половину ответа. Вот вы можете сформировать вопрос. Вот мне нужна книга, допустим, о профессиональной гигиене. Я хотел бы из нее скопировать главу, посвященную инструментам и вообще какие есть инструменты. «У меня нет ничего, можно я придусь телефоном, перефотографирую, например, вот эту главу». Пожалуйста, мы с вами договариваемся. Вы приезжаете ко мне в клинику. Адрес ее есть на сайте apokin.pro в разделе «Контакты». И я для вас привожу эту книгу, вы садитесь и телефоном ее фотографируете. В телефоне надо завести программочку для распознавания текста и генерации PDF-документов. Это может быть там API File Reader. У него есть версия бесплатная, есть версия Professional. Есть еще там пара программ для конвертирования растровых изображений в PDF. Вот первое. То есть у вас должен быть инструмент, который бы вы взяли, сфотографировали что-то и с этим дальше работаете. Более, так скажем, понятный инструмент, я так думаю, для всей молодежи – месседжеры. Четвертую информацию надо кому-то передать. Сверстнику своему, сокурснику, сокурснице, другу, коллеге. Вы, значит, открываете месседжер и этот файл кому-то, значит, кидаете. Вот у вас уже есть возможность вдвоем что-то обсуждать. Это не так скучно. Существуют большие компендиумы в пиратской информации, так скажем, выложенные в соцсети Телеграм с нарушением авторских и смежных прав. По стоматологии, там книги, вебинары, видео. Поэтому вам нужен клиент для соцсети Телеграм. Вводите в поиск всякие разные слова авторов книг, заходите, подписывайтесь на эти паблики, начинаете, значит, все это себе скачать. Второй очень важный инструмент – нужно носители информации, куда вы все это будете складывать. Мне нравятся телефоны с операционной системой Android, потому что там есть чаще всего слот для карт формата microSD, и ее можно извлечь, вставить в ридер. Соответственно, вот следующий инструмент – телефон, карточка microSD, ридер для карт памяти – это такая небольшая коробочка размером с коробочек, с проводочком, с разъемом USB, который вы дальше будете вставлять в компьютер. Следующий инструмент – компьютер или ноутбук, или планшет. Есть планшеты, у которых есть возможность подключения к нему периферии. Это, по-моему, и к Apple, возможно, подключение, и к Android. Ну, вот так как я работаю телефон Android, то я буду рассмотреть планшет Android, там есть разъем USB, либо USB-C, либо USB-Micro. Есть, так скажем, протокол OTG, on the go, по которому, вставив кабель OTG, одним из концов которого является microUSB, а с другой стороны USB-разъем класса B, то куда, во что вставляется провод или флешка, вы можете подключить к планшету USB-хаб или USB-ридер для карт памяти, значит, и начать переносить данные там из телефона в планшет или в компьютер. Поэтому флешка нужна съемная из телефона. В Telegram надо указать директорию для хранения скачанных файлов в качестве внешней памяти microSD, и все данные, которые вы скачаете, вы можете переносить в компьютер. Вот это эффективно. Я сейчас как бы о эффективности. Также в телефоне есть возможность установить клиент для пилингового обмена данными BitTorrent по протоколу BitTorrent. Это может быть U-Torrent, например, мне очень нравится такая программа. Удивительно, но через Wi-Fi доступность торрент-трекеров выше, чем, допустим, с ноутбуков или с стационарных компьютеров, потому что там как бы сейчас вообще по магистральным сетям уже задействована аппаратура для контроля того, что вы скачиваете. И у некоторых провайдеров протокол BitTorrent полностью заблокировал. Парадоксально, но, например, в Москве проще доступность соцсетей, а в области... Точнее, да, в Москве гораздо выше доступность торрент-трекеров, а в области гораздо выше доступность соцсетей. И аппаратура называется Deep Pocket Inspection, DPI, которая фильтрует вот этот поток TCP-IP трафика и, значит, либо пропускает, либо не пропускает те единые пакеты. Вот анализируя доступность торрент-трекеров, я могу сказать, что работа через телефон проще. Для торрентов основной ресурс – это полоса пропускания Wi-Fi и место, куда складывать, потому что торренты требуют места для хранения. Результат скачивания торрента – это достаточно большое место. Что там есть? Там, значит, в торрентах есть уроки. Вот я достаточно много и эффективно умею работать с разными программами по видеомонтажу 3D-графики, 2D-графики. Всего этому я научился, читая и просматривая профессиональные ресурсы по компьютерной графике. Часть из них – это магазины для приобретения уроков. То есть, вот у нас это вебинары, но в стоматологии вебинары чаще всего они неудобны. Лично мне они неудобны. И я все время упускаю это в правильное время, когда надо прийти послушать вебинар. В компьютерной области, в области графики это тоже никому неудобно. И они делают скринкасты по тому, как работать с программой. Вот эти записи скринкастов от разных дизайнеров, они продаются в виде курсов. И в частности, вот в торрентах их тоже очень много, этих учебных материалов по видео, по фото, по работе с фотошопом. Это вот тоже информационный инструмент. Соответственно, чтобы работать с информацией, очень неплохо иметь инструменты и учебные материалы по работе с этими инструментами. Значит, вот для этого вам понадобится бит-торрент. Дальше, перекачав себе... А, почему вообще с телефона надо все это куда-то перекачать? Почему не ограничите телефоном? Ну, у телефонов маленькие экраны, максимум 6 дюймов. На 6-дюймовом мониторчике читать книгу, это просто сломать глаза, и это неприемлемо, поэтому нужно перекачивать это или в планшеты, или на компьютеры, на которых вы будете все читать. Соответственно, или смотреть видео. Соответственно, вот последний финал вот этого инструментальной цепочки, это ноутбук. Я уже давно не видел, что кто-то работал на стационарных компьютерах с монитором, на мой взгляд, это архаизм. Уже сейчас есть очень хорошие ноутбуки, мощные, с емкими SSD-дисками. Поэтому, значит, вот работайте на компьютере. Значит, нужно продумать в отношении эффективности систему хранения данных, которые вы начинаете аккумулировать. Старайтесь называть директории английскими, латинскими буквами, потому что файловые системы иногда подвержены разрушению. Восстанавливать данные гораздо проще из массивов дисков, которые имели структуру файловой системы в виде латиницы. Скириллиц иногда может не восстанавливаться. Придумайте для себя короткие названия директорий в одно слово, такую таксономию, по которой вы будете распределять файлы. То есть, если взять там 2000 файлов электронных книг и просто вывалить их в одну папку, то вы, скорее всего, ничего не сможете там найти. А вот если вы возьмете, создадите много под директорий, там, анатомия, биология, кариес, эндодонтикс, терапия, протетикс, ортодонтикс, серджи, имплантология, и разложите все эти 2000 книжек по вот этой таксономии директорий, это очень сильно ускорит доступ к этой информации. Для того, чтобы сортировать PDF-документы, скачиваемые, например, с телеграм-каналов, мне очень нравится программа, которая называется Adobe Bridge. Она идет в составе пакета Adobe Creative Cloud. Компания Adobe прекратила ведение своей деятельности на территории Российской Федерации и Белоруссии после всех известных нам событий. Что надо сделать? Значит, заходите на любой торрент-трекер, набираете Adobe Creative Cloud или Adobe CC, скачиваете для себя пакет. Есть такой русский умелец с ником MonkRus. Он делает уникальные совершенно сборки. на основе какого-то там древнего инсталлятора Adobe, внутренний язык, которым он разобрал, и в этот инсталлятор он упаковывает, значит, все программы Adobe, идущие в пакете Creative Cloud, потому что вообще они идут каждый по отдельности. И ставить их, это просто потеря времени. То есть, ты долго сидишь, каждый инсталлятор запускаешь, указываешь путь, выбираешь язык, опции, в общем, это долго. Вот этот умелец собрал, декомпилировал все инсталляторы продуктов Adobe, перепаковал это все в один большой инсталлятор, записал это все в виде образа ISO, там речь идет о 25 гигабайтах, последняя сборка Adobe Creative Cloud. И мало того, он ее успевает за год, в течение года, наверное, раз в 10 обновить эту сборку. Вот как Adobe обновляет продукты, потому что Creative Cloud – это как бы облачная структура подписки, которая подразумевает непрекращающийся процесс разработки. И реальные и легальные подписчики Adobe, они получают все время новые версии, они имеют возможности их ставить или не ставить по желанию. Вот такая же тема реализована вот этим спецом с ником Moncruz. у него есть веб-сайт Moncruz.ws, WS вот так вот. И, соответственно, скачиваете себе этот Adobe Creative Cloud, пакет от Moncruz, запускаете, устанавливаете, там есть одна из программ Adobe Bridge, и вы ее, значит, запускаете, указываете в ней, переходите в директорию, куда она, там, например, Telegram Desktop Download, может быть, и начинаете разбирать все, что вы скачали по папочкам. Поэтому, в общем, как бы ценность вот этого массива книг заключается в том, как вы его уже сортировали. А потом, естественно, что, кстати, с Adobe вы можете скачать с сайта Adobe.com программный продукт называется Adobe Reader DC, через который очень удобно читать электронные книги в формате PDF. Это бесплатная программа. В составе Adobe Creative Cloud есть программа Adobe Acrobat DC. Это коммерческая платная программа для работы с PDF-документами, чтения, а именно их редактирование. Можете через нее читать. Но это вопрос уже как бы мощности ноутбука или компьютера, на котором вы работаете, для того, что в каком программном продукте быстрее производительность в плане пролистывания и рендеринга страниц PDF-документов. Мне больше нравится в Adobe Reader. Это вот что касается получения информации. Соответственно, что нам нужно с информацией, как работать дальше. В рамках вот этого проекта Adobe, ой, не Adobe, господи, в рамках проекта data.expert, dentaleducationtalk.expert, я призываю вас, уважаемые коллеги, нашли вы какую-то книжечку, запишите видосик об этом. Соответственно, вам для этого нужна будет программа, которая редактирует видео. Там есть Adobe Premiere Pro. Вам, может быть, захочется ввести собственный телеграм-канал, поэтому нужен инструмент, позволяющий разбирать PDF на странице, вырезать из него какие-то картинки, кадрировать их, может быть, как-то их перерисовывать, перекрашивать, делать какие-то собственные подписи. Для этого вам понадобится Adobe Photoshop. То есть, без знания работы с программами Adobe врачу сейчас будет тяжеловато, имеющему какие-то интенции к тому, что он в будущем хочет стать эффективным врачом. В частности, парадонтологи делают очень часто расчет свободного коронально смещенного лоскута передонтального по фотографиям. Например, я видел, как это делают врачи в Adobe Illustrat, в Adobe Photoshop. Для работы с планируемых хирургических операций. Работа с видео, работа с фото протоколом Adobe Lightroom. Чтобы научиться работать с Adobe программами, скачивайте уроки, смотрите эти уроки. Вот как бы студенческое время, 5 лет, но если есть свободное время, нет понимания стоматологии, очень часто складывается впечатление, что у вас вообще не учатся стоматологии в вузах, потому что вы выходите просто с такой черной дырой в сознании и ничего не можете сказать нормально об стоматологии, как будто вас ничего не учили. Ну тогда учите Adobe, учите продукты. В частности, мне было бы очень интересно, если бы ко мне пришел, кто-то в подмастерье учится. И вот он ничего не умеет, но говорит, я могу за вас помогать вам видео обрабатывать. Пожалуйста, садись, работай с видео. Во-первых, ты смотришь правильно, интересное, снятое, уникальное видео, которое нигде не публиковалось. Первый его смотришь. Второй, тут же можешь задать вопрос мне. Третий, подойти посмотреть, как это все делалось в реальном времени. Классно. Не знаешь Adobe? Мимо. Далее, значит, второй вопрос. Как эффективно накапливать опыт? Значит, вот здесь я, наверное, еще более ортодоксален, чем в работе с информацией. То есть, в работе с информацией я не считаю, что эффективное поглощение информации это просматривание YouTube и Instagram. Вот нет. То есть, эффективная работа с информацией это копирование книг, анализ книг, их перевод, сортировка книг и так далее. Вот это работа с информацией. Изготовление из нее скриншотов, обсуждение это с врачами, вашими менторами, наставниками в соцсетях или в мессенджерах. Значит, далее. Эффективное накопление опыта. Вот здесь я еще более ортодоксален, чем в работе с информацией. Стоматолог это очень сложный, редкий инструмент. Создание такого инструмента, обучение стоматолога, это штучный, индивидуальный процесс. Стоматолог это штучный товар. Его на конвейере выучить, на кафедре, практически нереально. Поэтому, чтобы стать вот этим штучным товаром, уникальным инструментом, самым дорогим инструментом в кабинете, стоматологическим, нужно задуматься о том, чтобы найти для себя ментора, учителя, наставника, который будет с вами заниматься индивидуально. Я это уже писал в видео о трендах для молодых врачей, что надо либо путем вот расходится спираль, виток за витком, по увеличивающемуся радиусу витки вот в раковине наутилуса, с шагом 1,6 золотое сечение число Бога. Вот таким же радиусом идти по городу, расширяясь, обходя все стоматологии, знакомиться с врачами, искать себе наставника. Пришли, нравится вам клиника, там холл, кабинеты, на сайте врачей, инстаграм этих врачей. Вот хочу я здесь, чтобы в будущем работать. Во-первых, надо туда прийти, с подготовленным портфолио. Я это тоже уже говорил вам о портфолио. Чтобы его эффективно подготовить, надо знать продукты Adobe. Хотя бы минимально. Значит, далее. Вот наставник, работа с наставником. Вы поймите, что прийти и сказать, я вот хочу все научить у меня всему, да в принципе, как бы, можно научить вас всему индивидуально, и мы вас еще будем кормить там обедом из ресторана каждый день. Но для этого даже, в общем, как бы и не деньги нужны в первую очередь. Нужно уметь правильно, диатологически общаться. И одна из проблем молодых врачей, они очень рано, так сказать, к ним приходит такая мысль, что, наверное, я знаю все. Поверьте, даже три года обучаю вас индивидуально, за три года все вам никто, ни один врач не передаст. Это более длинный процесс. Поэтому три года, находясь в работе с наставником, это не значит, что вы узнали все. Сохраняйте диатологически правильные отношения, субординационные, с вашим ментором, с вашим коучем в стоматологии. И не надо мнить из себя звездом спустя там полгода обучения, что я дальше все сам умею, а ты пошел нахрен. Типа, мне ты больше не нужен. Зачастую наставник вам нужен дольше даже, чем три года. Поэтому правильное диатологическое поведение молодого врача в клинике с наставником, оно является залогом продолжительных профессиональных отношений ученических ваших в этой клинике. И позволит вам получить максимум информации. Есть в России такая пословица, что ласковое дитя двух маток сосет. Это вот, соответственно, правильное поведение в клинике, уважительное к пациентам, к персоналу клиники, позволит вам легче интегрироваться в коллектив, начать получать информацию, вообще обрести, получить доступ в клинику для начала индивидуальной работы. Потому что при потоковой работе в клинике всегда есть свободные часы для того, чтобы вы могли где-то сесть, что-то поделать, поработать с фантомом, поработать с материалами. И это, на самом деле, для клиники не такой уже большой ущерб. Когда я начинал, оно и фантомов-то не было, мы делали их сами. Сейчас есть замечательные фантомы, я мониторю постоянно этот рынок, и я считаю, что самой перспективной компанией, делающей фантомы в России, является компания нет скиллз. Она делает супер фантомы. Пожалуйста, изучите их каталог, приобретите для себя что-то, это стоит недорого, очень доступные цены, и на них можно начать хорошо работать. Работа с фантомом не означает, что не надо ставить кофердам, ставьте, пожалуйста, кофердам даже на фантом, чтобы вы привыкали к тому, как правильно выглядит рабочее поле. Здесь вы начнете понимать, что тренировки на фантоме это вещь на самом деле не дешевая. Что нужно купить? Хороший инструмент, типа уровня LM Arte или Fabri, не хуже абсолютно инструмент, для некоторых работа даже лучше. Материалы, ну хоть какие-нибудь, да там, хоть Владимиру себе купите. Хотя, повторюсь, Владимиру это вообще абсолютно не дно, есть материалы вообще негодные к применению иностранные и присутствующие на руки, типа композита от компании FGM. Это вообще дно. Вот. И, соответственно, бонд, гелиополимеризатор. Что, по большому счету, вот как бы процессуально можно устроить для работы с фантомами в клинике? Вы покупаете для себя какой-то ящичек, шкатулочку, такой, типа икеевской коробочки. если можете себе сейчас купить, или какую-то вообще коробочку гигиеничную, пластиковую. В Леруа, наверное, есть коробки, там на рынке можно купить какую-то коробку, шкатулку такую. Туда убираете модельку от MedSkills. Зачастую можно попросить в клинике, чтобы вам выделили одну-две зонт, владелку, которые не будут включаться в цифровый стилизация, они будут у вас лежать там же. И, соответственно, вы достаете их, берете гелиополимеризатор, садитесь и работаете над тем, что заполняете полости, либо заранее сделанные в этой модели, либо сформированные самостоятельно, лепите плом. Другого пути, кроме как накопить там 10 тысяч часов в работе с композитом, без этого вы профессионалом не станете. Я не говорю, что 10 тысяч должны быть проведены над фантомами, но над фантомами должно быть много проведено времени, достаточно, чтобы вы ну, как сказать, обрели должную ловкость рук, должную ловкость рук и скорость в выполнении каких-то манипуляций, без этого переход в клинику невозможен. Вот что мне удалось найти. Извините, просто меня подслушивает гугл и пытается что-то контекстно найти. Соответственно, без этого вы в клинику нерационально соваться, то есть неэтично учиться на людях работать. Вторая крупная деятельность в клинике, которую стоит для себя включить в план, это появляться хотя бы на час, на два, ну, на час неэффективно, но на два часа эффективно. Во-первых, за два часа от вас никто не устанет сильно. Во-вторых, как бы у вас еще остается время на учебу в течение дня и вот хотя бы два часа постоять у кресла посмотреть, как врач работает с пациентом, как он общается, как строится прием, как строится тайминг приема, ритм работы внутри этого тайминга, как обсуждается клиническая ситуация пациента с пациентом, как ему доводится план лечения, чтобы это было понятно, как формируются договора на лечение и, соответственно, как происходит их финансовая, так скажем, адаптация для пациента, чтобы они для него были приемлемы. Вот все это, в принципе, вот так вот по часику, по два в день всасывает очень неплохо, неразрушительно для мозга, потому что, если вы фанатично вдаритесь вот там с утра до ночи стоять, честно скажу, отстоять две смены у кресла с врачом, учиться, это просто очень тяжело, это титанический труд. У нас такое происходило во время цикла летняя школа врача-стоматолога и, видя просто состояние и зная, к чему это все придет, у нас было заложено, что студента полноценно кормят там обедом, полником, для того, чтобы он сохранял свое физическое здоровье во время этого учебного процесса. вот это что касается как бы навыка и показав свою стабильность вот как бы вот на этой орбите первая орбита это в клинике, вторая орбита в кабинете, да, у вас накапливается как у электронной энергии, вы можете перейти на более значит близкую к ядру орбиту и вот непосредственно ассистирование уже с врачом он понимает во-первых что вы научились работать с инструментами вы познакомились с армаментариумом инструментов в клинике как их называют где они лежат вы посмотрели где их ассистент берет в каких местах и соответственно дальше вот вы садитесь уже смотреть в рот то есть вы насмотрелись на видео которые вот например я публикую для вас в соцсетях вы посмотрели как происходит вот рабочий процесс воркфлоу по тому или иному мозологическому направлению а потом вы смотрите это все во рту и у вас открывается дополнительное поле зрения вы видите не только вот этот маленький участок с зубами который значит обрабатывается вы видите рабочий столик руки врача как он их держит куда он их кладет инструменты где они лежат в кабинете это все очень большой объем на самом деле мета информации вокруг клинической работы которую вот вам и есть возможность посмотреть в клинике и уже показав свою стабильность на этой орбитале вы можете попросить врача вашего ментора выделить вам два часа времени потому что за один час нереально молодому врачу что-то успеть поэтому всегда когда мы планировали с врачами молодыми что-то делать я всегда выделял на это два часа либо приходил пациент студента и он садился работать со своим пациентом либо у нас были врачи пациенты подготовленные для работы вот в таком тендене которых было несложное нозологическое форма с которой точно совершенно пациент студент мог справиться если он не мог справиться его подстраховывал я и вот таким образом вы переходите раз за разом к самостоятельной работе это я считаю самый правильный вариант индивидуального обучения вот так учат на заятах родных детей свои стоматологи когда вот меня учили по крайней мере вот таким образом дальше мы оставим в данном видео за рамками этого видео тематика обмен вашего желания поучиться стоматологии стать стоматологом выйти в профессию в коммерческую стоматологию с дальнейшими хорошими перспективами заработка на время вашего наставника на допуск в клинику тут любые могут быть пропорции варианты цены это не тема сегодняшнего видео если у вас будут вопросы на эту тему задавайте я их вам запишу у нас осталось еще несколько вопросов клинических уже дальше которые я разберу в следующем видео здесь я вам лишь напомню чтобы вы делились этим видео в соцсетях обменивались этим со своими коллегами не жальничали оставляли вопросы под этим видео оставляли вопросы в форму обратной связи на сайте data.expert находили в себе моральные силы присоединиться к этому проекту в виде либо человека задающего вопросы либо работающего с информацией либо потихонечку готового начать публиковать какие-то собственные материалы для этого у нас есть все абсолютно возможности не стесняйтесь задавайте вопросы я всем вам желаю удачи всем вам желаю правильной вашей профессиональной реализации безопасной для вас для пациентов для ваших наставников чтобы все у вас получилось и будьте все здоровы всем вам хорошего настроения до встречи в следующем видео субтитры